Натуральные декорации в аквариуме это действительно красиво, современно и безопасно для аквариумных обитателей. Декотоп, пожалуй, лучший интернет-магазин, в продаже которого только натуральный декор. Красиво оформленный аквариум порой даже не нуждается в аквариумных жителях. В нашей стране с каждым днём становится всё больше людей-аквариумистов, которые дают предпочтение именно натуральным декорациям. Это не только аквариумные растения и коряги, это ещё и всевозможные крупные камни. Популярных камней для аквариума много и каждый из них интересен по-своему. Но в этом видео речь пойдёт про камень, который в магазине Декотоп называется Ихлара, он же камень-дракон. Своё название Ихлара этот камень получил за сходство по внешнему виду с долиной Ихлара. Эта долина считается красивым и необычным местом. 17 веков назад каньон заняли византийские монахи, которые сделали в камнях жилища и церкви. Действительно, если посмотреть на этот камень, он отдалённо напоминает пейзаж долины Ихлара. Вообще, Ихлара или камень-дракон – это натуральный, природный, светло-коричневый камень с ярко выраженной ячеистой фактурой. Или, как ещё часто говорят, глубокая перфорированная текстура. Он состоит из закалённой глины и поэтому не выделяет в воду вредных веществ и практически не повышает общую карбонатную жёсткость воды. Этот факт является огромным плюсом, но у этого камня есть и недостатки. Данный камень крепкий только на первый взгляд. Когда начинаешь с ним работать, понимаешь, насколько он хрупкий. А вот и второй недостаток – работать с этим декором приходится перед тем, как опустить в аквариум. В его отверстиях часто встречаются сухие ветки деревьев, трава, но чаще всего мягкая глина. Поэтому камень приходится тщательным образом чистить. Причём не только поверхность, но и каждое отверстие. Как правило, очистка камня начинается под струёй воды. Для этого хорошо подходит душ. Однако этого недостаточно. Для того, чтобы залезть в каждое отверстие, нужна тонкая палочка и желательно деревянная, чтобы не повредить камень. Во время такой чистки велика вероятность того, что углублений станет больше или некоторые из них станут значительно шире. Пожалуй, на этом и заканчиваются все его недостатки, которые попросту блекнут перед его необычным внешним видом. Данный вид камня можно отнести к осадочным горным породам. Поговаривают, что впервые его стали добывать в Японии. В прибрежной части естественных водоёмов. Это не только озёра и пруды, но и на морском берегу. Там же этот камень назвали драконом, потому что он напоминает скалу, покрытую чешуёй дракона. Сегодня его добычей занимаются по всему миру. Были обнаружены месторождения даже в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Великобритании. Пожалуй, на данный момент их лара или камень дракон является одним из самых популярных материалов для оформления аквариума. По сравнению с многими другими камнями, которые часто применяют для акваскейпа, у него есть ряд преимуществ. Достаточно лёгкий вес. Его внешний вид с пещерками, которые используются многими маленькими аквариумными жителями как укрытие. Плюс ко всему этому, отверстия этого камня идеально подходят для посадки мхов и некоторых видов растений. И ещё, все отверстия на поверхности ориентированы в одну сторону, что создаёт вау-эффект. Камень их лара подходит не только для оформления аквариумов, его часто используют и в террариумах. Стоит сказать о том, что я неоднократно тестировал воду в попытках выявить влияние камня на неё. И каждый раз отклонения были незначительными, а возможно и вовсе на эти отклонения влиял не камень их лара, а грунт или другой декор. Однако, на некоторых форумах люди пишут, что оформив подобным камнем аквариум, у них увеличиваются показатели нитратов и прочее. Не стоит таким заявлением относиться всерьёз. У меня лично ни разу не было ничего подобного. Если уж такое и встречается, то это исключительно единичные случаи. Каждому любителю-аквариумисту свой камень по душе. На это влияет не только внешний вид камня, но и то, насколько хорошо удаётся с ним работать. Я сейчас не говорю о скейперах, которые профессионально занимаются оформлением аквариумов. Эти ребята с любым декором сделают прекрасный аквариум. Я имею ввиду людей, которые несколько раз за свою жизнь запускали аквариумы и пытались в них сделать что-то красивое. Среди моих знакомых коллег есть те, кто не может оформлять камнем дракон аквариумы. Да, красивый, да, очень нравится, но руки работают только с крупными кусками лавы. Но если у вас получится красиво оформлять камнем их лара аквариумы, вы будете создавать шедевры. Треугольная композиция у нас строится или на аквариуму, или на другом углу. То есть у нас получается некое такое подобие, если в трёхмере смотреть, то это будет пирамида. Если это рассматривать в плане, как планиметрия, то это будет два треугольника. То есть у нас играется угол, с которым мы строим композицию. И она у нас движется по переднему стеклу из этого, ну то есть мы выбрали основную группу здесь. То есть если мы сделаем проект на передний стекло, то она будет идти вот под склон. Может по гнуту она может строиться вот так. То есть вообще во всю длину и ширину аквариума. Может строиться в линию. Здесь мы не ограничены. Главное, что у нас одна схрана в себя выше, чем у нас. И у нас тут плавную спадку. Если быстро показать, что хвалдулый наглядный пирамид, то это будет нечто из-за отряда. Хваляны. Погубит. Не что-то подобное. Светлый цвет этого камня идеально сочетается с зелеными и красными растениями. По этой причине, если вы посмотрите в интернете оформленные аквариумы камнем дракон, то практически всегда будете натыкаться на аквариумы с растениями. Реже с применением коряк и очень редко на запущенный хард без коряк и растений. В качестве фона чаще всего выбирают черный и синий цвет. На черном фоне эти камни как будто наполняются магическими свойствами. Отдаленно напоминают луну с кратерами в космическом пространстве. Синий фон не хуже черного выделяет и фокусирует взгляд на этом декоре, но более гладко и мягко. Конечно, у каждого человека свое мнение, на каком фоне лучше смотрится камень дракон, но на мой взгляд, самый неподходящий фон для этого камня белый. Напишите в комментариях свое мнение на этот счет. Субтитры сделал DimaTorzok Немаловажную роль в восприятии камня играет грунт. Очень многое от грунта вообще в принципе зависит в аквариуме. В нашем случае нужно, чтобы камень сочетался и гармонично с этим грунтом смотрелся. А гармонично Эхлара будет смотреться с зеленой полянкой, с темным грунтом и песком. Сразу после того, как камень Эхлара попадает в воду, он немного пузырит. Все его пустоты постепенно наполняются водой. Это интересно смотрится и пугаться такого явления не стоит. Иногда перед тем, как погрузить такой камень в аквариум, его замачивают. Но можно обойтись и без этих манипуляций. Многие из вас, кто еще не держал этот камень в руках, наверняка смотрят это видео и думают, а что если его залить уксусом? Что ж, давайте попробуем и посмотрим, будет ли он пузырить. Как видите, ничего не происходит. На сайте Декотоп много готовых решений для оформления, в том числе и с камнем Эхлара. Если вам понравился этот камень, то обязательно зайдите хотя бы просто посмотреть на готовые фотографии хардскейпов. Ссылка находится в описании под этим видео. Готовые работы для разных объемов аквариума. На любой вкус. А если включить еще и свою фантазию, добавить, скажем, живых мхов, то можно создать аквариум мечты. На мой взгляд, камень Эхлара является отличным выбором для кубических аквариумов. Когда композиция должна стремиться вверх, к поверхности воды. Это совсем не значит, что такой камень не стоит использовать в прямоугольных аквариумах. Можно. Просто не каждая декорация хорошо смотрится в кубиках. Дело в том, что для кубических аквариумов нужен камень не широкий, но относительно большой по высоте аквариума. Да и вообще, считается, что куб представляет больше проблем, чем прямоугольный аквариум. А все из-за того, что рассматриваются кубические аквариумы как минимум с трех сторон. Прямо и по бокам. Однако людям творческим такая работа только в радость. Особенно, когда есть под рукой камень-дракон. Ведь на этот камень интересно смотреть со всех четырех сторон аквариума. Его фактура необычна. И кажется, что на каждом из камней много всевозможных деталей. Наш глаз воспринимает такие камни очень массивными, крупными. Даже в том случае, когда на самом деле, то есть фактически, камень небольшой. Этот нюанс стоит учитывать при оформлении любого аквариума. Продолжение следует...